Сегодня в Перископе Смотрите прямо сейчас! 2019 год планирует быть богатым на события и белорусам он точно запомнится крупным спортивным движем вторыми европейскими играми Я спортсмен Они пройдут в Минске с 21 по 30 июня Участники будут соревноваться в 23 дисциплинах и 15 видах спорта Побороться за право назвать себя лучшим из лучших приедут представители 50 стран Европы так что в Минске будет на что посмотреть А пока организаторы полным ходом готовятся к предстоящим играм в иностранных СМИ рассказывают о месте, где они будут проходить Недавно телеканал Евроньюз для этих целей снял 30-секундный ролик На кадрах видео можно узнать Троицкое предместие, Площадь Победы, Зыбицкую и другие популярные минские локации Выглядит он так vardую Ctrl-кт- 틀 к тлате Видео уже посмотрели миллионы зрителей Евроньюз по всему миру. Кстати, судя по всему, ролик далеко не последний, ведь дирекция вторых европейских игр 2019 года и телеканал Евроньюз заключили договор об информационном сотрудничестве, который предусматривает съемку и трансляцию таких вот роликов. Будем ждать других работать телеканала, ведь всегда интересно знать, как выглядит наша страна в глазах иностранцев. Наверняка у каждого были друзья, которые портят фотографии. Да, это те самые люди, которые славятся своей суперспособностью попадаться на фото в самый неподходящий момент. Так недавно в сети появился очередной шедевр с непрошенными гостями. Парень хочет выполнить трюк сальто-морталеса спины, но как у него это вышло, никто не знает, а все благодаря вот этим людям. По закону подлости, прохожие попали на видео, что называется на самом интересном месте. Когда все вдоволь насмеялись, энтузиасты принялись за любимое занятие – делать мемы. Этих людей вырезают из видео, после чего вставляют в другие. Таким образом, авторы мемов портят другие волнительные или интригующие моменты. Вот, к примеру, клип Чайл Держгамбина, которого вы могли заметить ранее на нашей заставке. Здесь фрагмент «Короля льва», момент, где шрам отпускает Муфасу. Но что конкретно произошло – неясно. Основной инстинкт Поездка на американских горках В сети вы найдете еще много чего интересного по этой теме. Скорее всего, адепты абсурдного юмора сделали еще парочку подобных шедевров. Так что портить чужую съемку не всегда плохо. Иногда это очень даже смешно. А теперь к новостям о технологиях. Вы, наверное, помните, что еще в 2012 году появлялись первые прототипы гибких мобильных телефонов. Тогда компании-гиганты по производству смартфонов буквально взорвали воображение общественности возможностью появления подобных устройств, экран которых можно согнуть, как медную проволоку. Согласно заявлениям первых лиц южнокорейского гиганта, первый смартфон, где будет использоваться гибкий дисплей из органических светодиодов, поступит в продажу в первой половине 2012-го. Далее компания постарается приспособить такие же экраны к планшетникам и другим портативным устройствам, включая наручные часы, например. Для создания подобных концептов использовали разные технологии. К примеру, вся железная начинка размещалась на несгибаемых краях устройства, что позволяло его без проблем для электроники согнуть в других местах. Спустя пять лет эти мечты начали неспешно двигаться к реальности. Вот это изделие называется межгалактическим двигателем. И с этими двигателями мы могли построить летающие тарелки. В прошлом году компания Samsung наконец-то анонсировала сгибающийся телефон. Но он не сгибается по всему периметру, как планировалось изначально. Это скорее телефон-раскладушка, который легким движением руки трансформируется в полноценный планшет. Устройство называется Samsung Galaxy Fold и появится на рынке уже в апреле этого года. Его особенности в том, что большой планшетный экран складывается внутрь и получается привычной руке по размеру экрана смартфон. Другие производители решили не повторять самсунговский концепт и сделали иначе. Этот планшет-телефон-раскладушка от компании Huawei называется Mate X, и он раскладывается наружу. Таким образом, это устройство имеет два больших экрана. Производитель утверждает, что гаджет можно будет приобрести уже в середине 2019-го. В этот же концепт решили попасть и LG. Но только экран тут не сгибается. Устройство V50 позволяет присоединить еще один монитор. Это выглядит дешевле и проще по реализации, а значит и доступнее. Однако, колдуны говорят об этом, как о покупке картошки. В интернете говорят, что сгибающиеся раскладушки станут основным трендом в сфере гаджетов этого года. Но не спешите тратить деньги. Цены на эти устройства, мягко говоря, немаленькие. Стоимость телефонов от компании Samsung и Huawei будет около 2000 долларов. Конечно, технологии постепенно становятся сложнее, что не может не влиять на цену. Но мы уверены, пройдет пару лет, и такие гаджеты уже не будут в новинку, а цены на них существенно снизятся. Для тех же, кто заразился идеей согнуть телефон, есть два варианта. Либо потратить 2000 долларов, либо попробовать согнуть свою старенькую Моторолу. Но вряд ли после такого вы останетесь довольны. Недавно состоялась церемония «Оскар-2019». Все награды раздали, все остались довольны. 400 дуэтки получила лента «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера о группе Queen. При этом лучшая мужская роль досталась Раме Малику, сыгравшему Фредди Меркьюри. Но новость совсем не об этом, ведь Раме Малик еще и стал мемом. На церемонию актер пришел в бабочки. Но вот незадача. Аксессуар начал крениться то в правую, то в левую сторону. И тут на помощь Раме приходят другие звезды. Сначала в сети появилась фотография, где Леди Гага поправляет актеру бабочку. Позже появились и другие снимки. Складывается впечатление, будто весь состав гостей церемонии бросился на помощь лауреату премии. Но сколько бы стараний не было приложено, все они оказались тщетными. Раме Малик все равно пришел получать свой заветный приз с перекошенной бабочкой. Как говорится, от судьбы не убежишь. Зато теперь гонорары за актерскую игру Малика возрастут в несколько раз, и он сможет купить себе бабочку получше. Когда-то давно компания Нинтендо выпускала свои знаменитые игровые приставки и делала одни из лучших восьмибитных игр на планете. Самая яркая из них — Марио. Рассказывать о ней нет никакого смысла. Она настолько известна, что о ней не знают разве что Джон Сноу. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Главный антагонист игры — злодей по имени Боузер. Эта здоровенная и самая сильная в игре черепаха известна многим игрокам, ведь его сложно убить. Многие потратили дни игрового времени, чтобы добиться этого результата. По иронии судьбы, очень скоро американское отделение Нинтендо возглавит, может быть, не очень молодой, но точно амбициозный бизнесмен по имени Даг. А теперь угадайте его фамилию. Инцидент с Дагом Боузером не смог остаться незамеченным, ведь технически получается, что все старания братьев Марио прошли даром. После новости в интернете начали всплывать старые и очень многозначительные фотографии с Дагом. К примеру, тут на заднем фоне можно увидеть связанных Марио и Луиджи. А здесь мистер Боузер и сам вырядился как злодей-черепаха. В интернете по всем канонам стали шутить на эту тему и рисовать смешные арты. Кажется, Марио и Луиджи в опасности. На сайте Пикабу появилась новость под названием «Деливери Клаб» и «Яндекс.Еда» подарит своим влюбленным сотрудникам поездку в Париж. История простая, весенняя и очень романтичная. Начнем с самого начала. Компании «Деливери Клаб» и «Яндекс.Еда» являются прямыми конкурентами в сфере доставки еды. Недавно пользователь Твиттера из Новосибирска опубликовал любопытное фото. На нем парень и девушка – курьеры вышеупомянутых компаний. Исходя из фото, становится ясно, что ребята совсем не безразличны друг к другу. Их сразу же окрестили современными Ромео и Джульеттой, ведь места их работы так сильно напоминают веронских Монтекки и Капулетти. В Рунете, где встречают нас события, враждуют две известные семьи в Контекке против Фейсбулетти. И главное – это история с хорошим продолжением. В «Деливери Клаб» сообщили, что подарят влюбленным путевки в Париж. «Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы», добавил представитель компании. «Яндекс.Еда» возьмет на себя культурные расходы в Париже. «Наши коллеги оплатят ребятам уикенд в городе влюбленных, а мы решили взять на себя все расходы по культурной части – посещение Лувра, Эйфелевой башни и поездку в Диснейленд. И, конечно, романтический ужин в ресторане из гида «Мишелин». Рассказали в сервисе». Так что, в отличие от шекспировской истории, тут хэппи-энд. А на этом все. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok